Уже полтора года в мире бушует ковид. Все это время медики работают на пределе сил, вытаскивая практически из того света тяжелых больных и контролируя состояние тех, кто лечится на дому. Не оставляют они и своих обычных плановых пациентов. И в это непростое время люди осознали, что труд медиков – благородное и героическое дело. Это люди, которые сердцем чувствуют боль и страдания других и всегда готовы прийти на помощь. Свой профессиональный праздник саровские медики встретили на работе. Из-за коронавируса большого торжества не получилось. На территории Маслихи прошла камерная церемония, на которой чествовали тех специалистов, чьи фотографии в этом году украсили доску почета работников КБ-50. К людям в белых халатах вновь стали относиться, ну, если не как к богам, то как минимум к людям, способным совершать чудеса. Очень обидно, что это понимание, это признание вернулось только благодаря пандемии. Враг еще не побежден, борьба у нас продолжается. И ситуация опять требует нашей с вами жертвенности. На доске почета в этом году фотографии 24 сотрудников клинической больницы номер 50. Здесь врачи, фельдшеры, медицинские сестры, начальник службы обеспечения, биолог, рентгент-лаборант, няня и водитель скорой помощи. Поздравить их пришли представители администрации ядерного центра. И хотелось бы в этот день пожелать всем вам, прежде всего, крепкого здоровья, вам, вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Вы единственная преграда между жителями города и распространяющейся коронавирусной инфекцией. Благодаря вам, уважаемые коллеги, не допустили снижения нашей производительности. Благодаря вам мы работали в полном объеме, выполняли те важные государственные задачи, которые ставились перед нашим предприятием. Огромная вам благодарность за ваш труд. Примите самые искренние, такие теплые поздравления от руководителей Российского федерального ядерного центра, от нашего трудового коллектива. После небольшой передышки медики вновь надевают сизы и идут в красные зоны. За их спинами родные и близкие, пожилые родители, маленькие дети. Тем не менее, все понимают, что кроме них это не сделает никто. Большую помощь медикам с начала пандемии оказал Федеральный ядерный центр. Только в нашем институте более 80 миллионов рублей в целом за 2020 год было потрачено. Ну и плюс примерно такая же сумма на технологическое оборудование было выделено государственной корпорацией «Росросатом». Здесь также вот из этих средств, там где-то порядка 23,5 миллиона было потрачено персональную поддержку наших, так сказать, медиков, особо отличившихся. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает всем медицинским работникам нашего города крепкого здоровья, благополучия и скорейшего окончания пандемии. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.